Рене Барки родился в Лотаринге, в маленьком городке, где находились промышленные шахты и работали там советские военнопленные. Он много лет занимается историей войны, с уважением относится к подвигу советского народа. Одной из последних тем его исследований стала жизнь и судьба орловчанки, подпольщицы Нины Агошковой, которая была членом женского отряда Родина и воевала с фашистами на территории Франции. В этом городе жила Нина Афанасьевна Агашкова, которая участвовала в этом. Поэтому двойне, скажем так, это важно. И в честь ее хочу здесь выразить свое уважение и от нашего народа тоже. У нас в Орле темы участия орловцев в антифашистском движении в странах Европы занимается педагог и краевед Марина Самарина. Она и пригласила Рене Барки в Орел. Рене Барки, французский гражданин, занимается увековечиванием памяти женского партизанского отряда Родина. В частности, в 2015 году у входа в шахту Тиль, где работали наши узницы, в том числе и Агошкова, была установлена мемориальная доска. А сейчас господин Рене работает над проектом создания памятника, который будет открыт во Франции в 2019 году. Ученикам школ, в том числе и 32-й, в которой когда-то училась Нина Афанасьевна Огошкова, Рене Барки рассказал о том, как она попала в концлагерь, как французы устроили побег его узникам. А еще о том, что Нина и многие другие женщины после освобождения образовали женский отряд Родина и остались воевать в рядах французского сопротивления. Для него тема войны особенная. Я совершенно случайно попал на эту историю, то есть эпопею, я могу сказать, потому что все началось в деревне, где я родился. Это просто невероятное совпадение. И плюс еще мои родители участвовали в сопротивлении. Светлой им память. Героиня подполья и движения сопротивления Нина Огошкова благополучно вернулась на родину и всю жизнь прожила в Орле. Многие школьники сегодня узнали об этой страничке международной истории впервые. Рене Барки ждет еще несколько встреч с ребятами. Завтра он отправится в Стрелевскую школу, послезавтра в лице номер 18, где будут не только школьники, но и учителя истории и общества знания, краеведы и сотрудники Орловского журнала «Военный вестник». Эва Стасюлевич, Владислав Гапеев, Вести Орел.